Здравствуйте! Сегодняшняя суббота, литературная суббота, будет посвящена одному из самых интересных современных писателей, не так давно ушедшему из жизни, испанскому писателю Карлосу Руису Сафону. И, конечно же, мы вспомним о прекрасных циклах его книг, о трилогии Тумана и о цикле Кладбища забытых книг. Ну и поговорим о нем самом. Кто же такой Карлос Руису Сафон? Если вы заглянете в Википедию, вы найдете там всего 15 строчек о нем, которые не дадут вам представления об авторе, о человеке, ну и как-то очень поверхностно познакомят вас с его творчеством. Давайте узнаем все-таки больше. Я думаю, что он этого достанет. Совсем, казалось бы, недавно, 25 сентября 1964 года в Барселоне родился будущий писатель. И самое интересное, что его семья никак не была связана ни с писательством, ни с литературой. Бабушка и дедушка работали на фабрике, папа Хуста был страховщиком, мама была домохозяйкой, и в их семье родилось двое детей, непосредственно сам Карлос и его брат Хавьер. Родители очень много и упорно работали, чтобы дать детям хорошее образование, хорошие условия для жизни. Они снимали квартиру в Барселоне совсем недалеко, даже можно сказать напротив, от готического памятника архитектуры, прекрасного творения Гауди от Саграда Фамилии. Ну и, скорее всего, вот этот вот невероятный, мистический, загадочный, готический замок, храм, конечно же, повлиял на фантазию и на образ мысли будущего писателя. И в этой, казалось бы, обычной, среднестатистической испанской семье очень с любовью и с большим трепетом и уважением относились к книгам. Читали, любили читать. И неудивительно, что уже в таком юном возрасте, как 5-6 лет, маленький Карлос не то, чтобы научился читать, но и начал проявлять интерес к писательству. И вот как он вспоминал. «Отец прожил трудную жизнь, ребенком застал испанскую гражданскую войну и вырос в нищете. Он говорил, что когда-то мечтал стать поэтом, но у жизни на него имелись другие планы. Подозреваю, что я являлся загадкой для родителей, крайне отличаясь от братьев и всегда интересуясь тем, чем никто не интересовался». Так говорил, вспоминал Карлос Руиз Сафон в одном из своих интервью. Ну, в любом случае, отец был уверен, что хорошее образование – это как путевка в лучшую жизнь для сыновей, поэтому, используя свои связи через своих клиентов по страхованию, он устроил мальчиков в самую престижную иезуитскую школу в Барселоне – Сан-Игнасио де Сари. Монотонная учеба утомляла Карлоса, потому что вот этот вот его неутомимый исследовательский дух, его смешливый характер и его непоседливость во многом мешала сосредоточиться просто на занятиях, ему хотелось творить. Поэтому учителя с трудом находили общий язык с таким вот саркастичным и неутомимым учеником. Ну и, конечно же, этот писательский дух рвался наружу, ему нравилось сочинять, ему нравилось творить. Больше всего ему нравилось сочинять такие вот фантастические рассказы, истории, страшилки, которые пользовались популярностью у его одноклассников. И они со своим одноклассником даже создали такое мини-издательство. Карлос Руис Сафон писал трехстраничные, такие небольшие фантастические рассказы, а потом все это печаталось на ксероксе отца и распространялось среди одноклассников. Так у него появилась первая такая вот читательская публика. Ну, а в 15 лет он уже написал довольно-таки серьезный 600-страничный роман, который назвал «Лабиринт Орликинов» и разослал по разным издательствам. Ну, вот некоторые издательства дали ему ответ на это сочинение, а кто-то просто проигнорировал и не стал отвечать столь юному писателю. Интересно, что одно из издательств, издательство «Планета», которое в дальнейшем будет миллионными тиражами печатать его книги, дали ему такой ответ. Они сказали, что не могут напечатать это сочинение. Другие издательства просили рекомендации, если таковых не имеется, то говорили о том, что нужно просто забыть о писательстве как таковом. Ну, и, конечно же, огромную роль сыграл один из представителей издательства «Минотавр». основатель этого издательства, который станет лучшим другом впоследствии Карлоса Ройса Сафона. Это был Франсиско Пруа. Он вызвал к себе юного писателя и дал ему конкретные рекомендации о том, что и как следует делать. Ну, и, конечно же, первый такой опыт встречи с издательствами надолго отбил желание у Карлоса Ройса Сафона обращаться к ним, но абсолютно не отбил желание писать. После окончания учебного заведения он идет учиться дальше и учится информационной технологии, но понимает очень быстро, что это не та область, которая ему интересна. Он ищет себя дальше. Ему также было интересно кино. Но поскольку не было факультетов режиссуры в Барселоне, он идет, поступает на журналистский факультет. Ну, и там он понимает, что университетское образование – это тоже система, похожая на школьную, и очень быстро разочаровывается в ней. Он рассылает свое резюме по разным рекламным агентствам и очень быстро становится востребованным рекламным агентом. Он пишет слоганы, рекламу и находит на какое-то время себя в этой отрасли, даже становится руководителем рекламного агентства. Ну, и некоторые из организованных им рекламных кампаний позже даже изучались в качестве примеров на факультетах журналистики, который он и в свое время оставил. В частности, известный девиз концерна Volkswagen – «Прибыть первым не имеет большого значения, но кто-то должен это сделать», придумал именно Карлос Руиз Сафон. Ну, и здесь он чувствует, что это не совсем то, чем он хочет заниматься, и он снова обращается к литературе. И в 1992 году выходит его первый роман. Этот роман назывался «Владыка тумана» и стал дебютной книгой Карлоса Руиза Сафона, изданной вот в Барселоне. Этот роман выиграл в конкурсе для молодых писателей, и, собственно, тем самым и открыл двери начинающему писателю в мир литературы. Ну, и принято считать его подростковым романом, но сам Карлос Руиз Сафон говорил, что он мечтал создать книгу, которую сам бы с удовольствием прочитал в любом возрасте. И мне кажется, у него это получилось. О личной жизни Карлос Руиз Сафон говорить не любил, но мы знаем, что через год после опубликования его дебютного романа он женится на переводчице Марии Кармен Бельвер, с которой он познакомился, вот еще будучи рекламным агентом. Ну, и через год семья уезжает в Америку, в Калифорнию. Поскольку Карлос Руиз Сафон очень привлекало кино, и он не оставлял еще одной своей мечты, кроме как стать писателем, он хотел быть сценаристом. И он уезжает в Калифорнию именно с этой целью. Там он понимает, что многие пишут сценарии, но не всем удается воплотить это на киноэкранах. И несмотря на то, что он тоже много пишет и даже участвовал в конкурсе, и среди пяти тысяч сценариев его сценарий получил главный приз и вроде как готовился к экранизации, но вот этого не случилось. Но за это время, за время жизни в Калифорнии, он пишет еще два романа, которые позже войдут в трилогию «Тумана». Это «Полуночный дворец» и «Свет сентября». Ну, и там же в свет выходит его самая любимая книга под названием «Марина». Сам Карлос Руис Сафон очень любил это произведение, вот близко оно ему было. Она также входит в эту трилогию. Трилогия считается подростковой, и многие произведения из этой трилогии входят даже в рекомендованный список многих испанских колледжей. Так что вот на родине он был принят и очень даже. Примерно через 10 лет своей жизни в Калифорнии Чита Сафонов возвращается в Барселону, в этот любимый город детства, который всегда вдохновлял и оживлял воображение Карлоса Руиса Сафона. Ну, и именно это заставляет его, как мне кажется, заново окунуться в этот невообразимый мистический мир, и результатом чего становится выход его новой книги «Тень ветра». «Тень ветра» – это первая книга из цикла «Кладбище забытых книг», который погружает читателя в эту мистическую Испанию и знакомит с семейством Симпере и таинственной волшебной библиотекой, которая так и называется – «Кладбище забытых книг». Ну, и сама эта таинственная библиотека – это настоящий лабиринт, из которого ты пытаешься выбраться, и пока ты пытаешься выбраться, ты окунаешься, погружаешься в эти невероятные тайны, загадки, аллюзии и бесконечное число интереснейших человеческих судеб. И лишь доходя до последней книги, ты понимаешь, у тебя в голове все раскладывается по полочкам и объединяется в одну незабываемую интереснейшую историю. Карлосу Руису Сафону удалось создать такой своего рода параллельный мир тайн, загадок, мистических приключений. Но, кроме этого, в этих книгах присутствует также и ирония, такой здоровый юмор, драматические события. Ну, и, конечно же, этот цикл охватывает очень большой промежуток времени, начиная с 1917 года и событий Испании того времени до практически нашего современного настоящего времени. Ну, и повествование в книгах, надо сказать, нелинейное. Можно начинать читать с любой книги, но лучше, конечно, именно читать в том порядке, в котором они были написаны. А именно, первый роман, как мы уже говорили, это роман «Тень ветра», который вышел в 2001 году. И книга, эта книга мгновенно прославила автора, выходила в огромных тиражах, переводилась на 30 языков и была напечатана и издана в 40 разных странах. и сделала Карлоса Руиса Сафона сразу современной классикой литературы не только в Испании, но и во всем мире. Ну, и следом появились еще несколько книг, которые называются следующим образом. «Игра ангела», «Лабиринт призраков» и «Узник неба». И последний «Узник неба» вышел в 2011 году. И, казалось бы, на этом Карлос Руис Сафон мог бы и закончить, но вот этой вот логической развязки не было. И поэтому через довольно-таки большой перерыв в 2018 году он пишет еще одну книгу, которая и делает этот цикл законченным. Это был «Лабиринт духов» или «Лабиринт призраков», в зависимости от перевода. И у нас в России он тоже вышел в 2018 году. Ну, и как я уже сказала, кроме семьи Семпере, кроме вот этой таинственной библиотеки «Кладбище забытых книг», еще одним из главных героев этого невероятно интересного цикла становится сама Барселона. Барселона с Афона – это невероятно красивое, мистическое, готическое пространство. Она воспринимается как живой, настоящий, полноценный герой. И, конечно же, ее улицы, которые шепчут истории, делятся тайнами. Сам Сафон помнил ее с детства именно такой. И если вспомнить, то Барселона очень сильно преобразилась в 90-е годы и потеряла вот этот вот свой мистический, таинственный облик. Ну, и, конечно же, поэтому ему очень хотелось воспроизвести свои воспоминания, воспоминания детства и оставить в своих произведениях ту Барселону, которую он помнил. «Прогуляйтесь по какой-нибудь из улочек Барселоны», писал британский журналист Михаил Керриган о романе «Сафона. Тень ветра». «Прогуляйтесь по какой-нибудь из улочек Барселоны Сафона, и перед вами промелькнут тени прошлого и секреты настоящего, равным образом вписанные в материю и жизнь горожан». «В кладбище забытых книг Карла Руиса Сафона есть место и американскому следу, поскольку долгие годы он прожил на побережье Калифорнии и, соответственно, не мог обойти это страной. Лучший книжный магазин в мире «Книжные акры на Лонг-Бич», который и вдохновил меня на создание образа кладбища забытых книг в моих романах. К сожалению, «Акры» уже закрылись, так что теперь у меня в фаворитах книги Пауэлла. Это целый городской квартал полный новых и поддержанных книг с невероятно осведомленным штатом продавцов. Так вспоминал Карл Сруис Сафон, вот как раз делился своими идеями при создании цикла книг. Ну и в Барселоне, надо сказать, они прожили не так уж и долго и все-таки вернулись обратно в США, где долгое время жили в Беверли-Хиллз. У Читы Сафонов не было детей, и поэтому, как к детям, Карлос Руис Сафон, конечно же, питал большую любовь именно к своим книгам. Ну, а его жена стала первой читательницей всех его работ и, собственно, поддерживала его, была первым его критиком. Вот как вспоминает Карлос Руис Сафон о своей работе. «Мне нравится работать ночью. Это мое время. Мне нравится тишина и мысль о том, что город спит. Так мне легче сосредоточиться. Моя жена тоже ночной человек. Мы ложимся спать очень-очень поздно». Мария Кармен уже привыкла к этому. Она переводчик, и ей нравится корпеть напереводными ночью. Ну, а еще одной страстью Карлоса Руиса Сафона была музыка. Он очень любил музыку, и, как это ни удивительно, и, может быть, ни странно, он сам сочинял и исполнял музыку собственного сочинения. И не только. Он отлично играл на музыкальных инструментах, на рояле. Ну, больше, конечно, ему нравилось делать это в кругу близких друзей. Надо сказать, что музыкальные пристрастия у него были очень обширны и разнообразны. Он вообще был потрясающим меломаном, и у него была огромная коллекция записей от классики до каких-то современных экспериментальных идей музыкальных. Значимое место для меня, говорил Сафон, храм несколько другого порядка. Это Амеба Мьюзик, лучший независимый музыкальный магазин в Лос-Анджелесе и в мире. Я всегда выхожу из него с полными сумками покупок. Большинство этих пластинок вы не найдете больше нигде, особенно, что касается саундтреков. Ну, и кроме музыки, конечно же, архитектура. И вы в этом можете убедиться, читая его книги, в которых будет и музыка, и архитектура. Карл Суруис Сафону была интересна архитектурная и урбанистическая история. И самыми интересными для него городами были, конечно же, его любимая Барселона, Париж, который также привлекал его внимание, и Нью-Йорк. Ну, а когда речь заходит о рукотворных чудесах, говорил Сафон, то нет ничего прекраснее Кёльнского собора. Мои читатели знают, что у меня особый интерес к готической архитектуре, и Кёльнский собор – это ее самый лучший пример. Когда я вхожу в это здание, его масштаб и запутанность лишают меня дара речи. Я не религиозный человек, но я испытываю трепет перед тем, кто спроектировал и построил это великолепие. Это похоже на работу гения математики. Ну, а в Барселоне, в ее архитектурных памятниках, ему нравились драконы. Это была еще одна такая вот страсть, интерес Карлоса Руиса Сафона. Эти мистические существа с детства привлекали его внимание, завораживали. И вот о Барселоне и о драконах он говорил следующее. Моя любовь к драконам давно назрела. Барселона город драконов, которые украшают и охраняют многие из своих фасадов. И я боюсь, что я один из них. Возможно, поэтому из солидарности с маленькими монстрами я уже много лет собираю их и предлагаю им убежище в своем доме. У него была большая коллекция драконов, дракончиков. И вообще он говорил, что находит этих тварей милыми, а большинству людей нет. Этот интересный и самый известный из современных испанских писателей покинул этот мир 19 июня 2020 года. И это было итогом его продолжительной болезни и борьбы с раком. Ну, а его произведения очень часто сравнивают с такими вот сложными романами Умберто Эко. В них находят дух, отголоски романов Эдгара Лана По, сравнивают его и с другими выдающимися писателями, но в любом случае подчеркивают, что именно в его романах переплетаются загадки, триллер, мистика, и, конечно же, особое очарование придает вот это вот магическое, мистическое Барселона, которую он сумел изобразить. Ну, и надо сказать, что его романы были переведены на более чем 50 языков мира, напечатаны и распроданы огромными тиражами. Ну, и, конечно же, собрали целую коллекцию из литературных наград не только Испании, но и Великобритании, Франции, Италии из США. Его романы славятся таким вот магическим, мистическим, мрачным, готическим настроением, таким очень увлекательным, закрученным, сложным сюжетом, ну, и, конечно же, неповторимым юмором Карлса Руиса Сафона, таким саркастичным саркастичным и неподражаемым. Ну, и когда Карлса Руиса Сафона спрашивали, почему он пишет, почему он стал писателем, он говорил следующее. Авторов часто спрашивают, почему они делают то, что делают. Я не могу говорить за своих коллег, но то, что касается меня, то я пишу, потому что у меня действительно нет другого выбора. вот что я делаю, вот кто я такой. Я занимаюсь рассказыванием историй. Я всегда им был и всегда буду. Это то, чем я занимаюсь с самого детства. Рассказывая истории, придумывая сказки, оживляя персонажей, придумывая сюжеты, визуализируя сцены и инсценируя последовательности событий, образов, слов, звуков, которые рассказывают историю. Все это в обмен на улыбку или слезы, а также немного вашего времени и внимания. Я писал для юных читателей, для кино, для так называемых взрослых, но в основном для тех, кто любит читать и любит окунуться в хорошую историю. Я пишу для себя, для других, реальных людей, для вас. Вот на этом, пожалуй, мы и закончим сегодняшнее знакомство с этим удивительным, интересным испанским писателем Карлсом Рейзом Сафоном. Перечитайте его книги или начните читать их, если вы не читали. Ну, а у нас на этом все. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова